Слышали взрывы? Да, слышала. Страшновато было? Страшно, да, вопросов нет. Но так, чтобы я сильно нервничала. За чемоданами не кинулись? Нет. Вот этот новый элемент угрозы, который появился, изменит ваши планы, ваши отношения? Что-то поменяет? Нет, ничего не поменяет. Только веру в нашу... Да, да, конечно. Я уже сегодня шла, видела много охраны везде, все еще, еще, еще. Усилили, но продолжают нас спокойно... Ну, чтобы мы спокойно жили, да? Мы переживаем за наших солдат, за наших моряков, за всех. Скажите, там не было паники какого-то, испуга? Паники нет. Никакого испуга, никакой паники нет. Чемоданы собирать, текать вот это вот. Нет. Севастополь – город с большой историей. Много чего пережил. Мы всегда воевали, как бы. Я думаю, горожане к этому нормально относятся. Многие севастопольцы сейчас в СВУ находятся, поэтому... Что вас способно напугать? Прямое попадание в мой дом, не более того. Да, да. То есть, чемодан не стали собирать, текать вот это все? Нет, а зачем? Зачем? Я верю в то, что нас сохраняет наше прекрасное ПО, наше прекрасное правительство. То есть, никаких белых флагов? Никаких. То есть, белый флаг вы не поднимете? Нет, конечно. Нет, конечно. Что-то заставит вас белый флаг выкинуть? Это как понять. Ну, типа, сдаемся, все, не надо, не стреляйте. Вот это вот. Нет, надо до последнего, и надо... Ответ, отвечать, я считаю. И отвечать... Немедленно, я бы так сказала. Я сам не севастополец, я с Урала. Но я здесь уже лет, наверное, 7 живу. Но, судя по истории Крыма, Севастополя, достойно здесь жить и защищать это место. То есть, надо соответствовать? Да, да, да. Столько крови здесь пролито, русское имеется в виду, что это надо... Я даже рад, что я нахожусь в Севастополе. Именно в это время. Откуда у горожан эта невозмутимость? Во-первых, город практически военный. Тут практически каждый второй или служил, или служит, или имеет какое-то отношение к флоту. И работает, и с этим связан. Поэтому, к тому же, традиции очень большие в городе. Очень много... Ну, это военный город. Трусить не принято все ваши вопросы? Нет, нет. Мавитон. Они первые, наоборот, пойдут на защиту. Первые, как вот было в 2014 году, пойдут защищать, пойдут... Отдадут свое все. Откуда в горожанах такое вот хладнокровие? Честно, спокойно. Потому что у меня вот молодой человек находится там, на специальной военной операции. И я знаю, что нас защищают. Я знаю, что у нас стоит много защиты. И в этом плане, вот, я, честно говоря, спокойно. Потому что, да, бывают случаи, когда долетает. Но я почему-то уверена и спокойно, что нас защищают. Ракетами можно заставить вас поднять белый флаг? Нет. Да ну, боже упаси. Нет. Это невозможно. Что-то вас заставит испугаться, вывесить белый флаг вообще? Что-то способно такое вот это? Нет, ничто не заставит. Что пожелаем горожанам? Все пройдет. И это пройдет. И это пройдет, да. А мы победим. И это пройдет.